Вот таких бойцов можно встретить в нескольких километрах от поселка Здравница. Еще недавно этот участок Пироговского лесопарка был изрядно захламлен. Сегодня за порядком здесь следят участники Матищинской страйкбольной команды «Витязи». Ведь теперь это полигон лесничий. Ну вообще, как бы, мужчинам всем нравится оружие. Тут есть такая возможность пострелять друг к другу, так как говорится, расслабиться. В офисе ребят работают, сидячая работа, хочется подвигаться как-то. Хобби какое-то нужно, я считаю, вообще каждому. И кто-то находит в таком виде. Этим мытищинцы открыли для себя страйкбол два года назад. А сегодня военно-спортивная игра для них нечто большее, чем способ провести время, размяться. «Витязи» – участники и победители ни одной военно-спортивной игры. Словом, пришла пора поделиться опытом. Первыми новобранцами стали мытищинские юнормейцы. «Пяточки убрали, всё максимально к земле прижались. Лежим. Встаём таким же образом. Ручка, ножки подскочили к себе и встали. Это тот идеальный случай, когда вот две-три команды собираются и общими усилиями решают, реализуют какой-то интересный проект. Но время покажет, насколько оно будет иметь перспективу. Но сегодняшний день прошёл не зря, это однозначно». В эти выходные завсегдата и полигона лесничий «Витязи» встречали 12 новичков. «Первая тренировка, то есть оружие некоторые даже не держали, вот, и, соответственно, им дали, они не понимают, что, ну, как бы, более-менее, там, подсказываем, справляются потихонечку. Но это дело не одного дня, то есть это вот, у меня ребята годами ходят, и у некоторых тоже не получается, вот. Ну, а так молодцы, в принципе». Собрать и разобрать учебный автомат – минимум, что до сих пор могли позволить себе эти школьники, увлечённые военной историей. Максимум – пострелять в тире из пневматического оружия. Здесь же, на полигоне лесничий, условия, в которых проходит реальный бой. Более того, экипировка и вооружение страйкболиста идентично настоящим. Лишь пули заменены на пластиковые шарики и гранаты на пиротехнические изделия. «Сейчас была только лишь тренировка, и всё равно уже пробежав по всем препятствиям, по всем, по лесу, постреляв, мне это уже понравилось. Я как бы вошла в этот дух, как бы военный такой, боевой. И мне уже это нравится, впереди игра». Обычно страйкболисты играют по сценарию, в нём условия конкретного сражения. Например, участвуют ли в битве только люди или им помогают зомби, сколько минут или часов убитый игрок сидит на мертвяке. Но, пожалуй, главный пункт – цель. Чаще всего это вот такой чемоданчик. «Строчно с этой штукой. Одно неверное движение. Веселый комплекс взлетит к чёртовой матери». «Что заключается в данном экземпляре в чемоданчике? Это, скажем, для многих, для нас, да, является что-то вроде бомбой. Для того, чтобы её обезвредить, нужно подобрать код. В начале, получается, игры таймер устанавливается примерно на 30-40-50 минут. Задача одной команды – оборонять эту бомбу. Задача другой команды – бомбу обезвредить». В этот раз соперники не уступали друг другу. Новички и опытные страйкболисты были в каждой команде. Виноват случай, что те, кто оборонял чемоданчик, оказались проворнее. Их противникам не хватило 10 секунд, чтобы ввести последнюю цифру кода. Бомба взорвалась, послужив и для победителей, и для проигравших сигналом к обеду. Надежда Трифонова, Денис Корнев, информационная программа «День».